Общественник Антона Котенко ужаснула ситуация в одной из городских поликлиник. В своем инстаграме он опубликовал кадры огромной очереди из взрослых и детей. По словам общественника, несколько месяцев назад из этой поликлиники уволился педиатр. С тех пор прием ведет одна заведующая. Уже шесть месяцев, судя по жалобам, которые до меня доходят, нет педиатра. А министр находится тем временем в отпуске, а не решает насущные вопросы. Так кто виноват в этом? Пациенты? Комментарии под постом превратились в книгу жалоб. Пользователи делились, что подобные проблемы есть и в других медучреждениях. В Волгинской поликлинике такая же песня. В 102-м квартале новая амбулатория и один педиатр на все сотые кварталы. Жаль врачей, которые работают, и наших детей, которых осматривают в попыхах. Сейчас в Бурятии острая нехватка медицинских кадров, а именно более 600 врачей и медработников. Два врача находились в очередном отпуске и сейчас отозваны на работу. Еще два врача-педиатра находятся на больничном. В поликлиниках города Улан-Уте укомплектованность участковыми врачами-педиатрами составляет 68,7%. То есть каждый участковый врач-педиатр трудится на три участка. Москвичей шокировали орущие и сморкающиеся жители Бурятии. Накануне в соцсетях разлетелось нелестное сообщение от нашей землячки. Она стала свидетельницей того, как ведут себя местные жители в присутствии туристов. Гости нашего города притащились, бедные, со своими чемоданами с аэропорта. Тут же на остановке немолодая женщина смачно высморкалась, зажав нос пальцами. Без платка, прямо на землю. И последнее, что их добило, в маршрутке какой-то парень кричит. Скажите номер, водитель. Тот начинает так же орать. Не, к нам действительно им интересно слетать. Экзотично. Ведь смотрят на нас, как на дикарей. Позор. Так стыдно за город. Особенности местного поведения. По уровню культуры и этики нам далеко от урбанизированных граждан. Чего удивляться, будто на Манхэттен приехали. А чего они ожидали от провинции? Тут же почти все деревенские. На этих кадрах автомобиль провалился под лед реки. По предварительным данным, ЧП произошло в Севербайкальском районе. О пострадавших не сообщается. Главный санврач Бурятии призвал земляков не уезжать из дома на Новый год. Праздник не за горами, но обстановка с коронавирусом все еще напряженная. Мы прекрасно понимаем, что все устали от ограничений. Всем хочется отдохнуть. Кто-то хочет поехать в теплые страны. В этой ситуации я прошу сделать правильный выбор. В пользу своего здоровья и благополучия. И провести это время дома, не покидая республику, страну.